Новый год – праздник семейный, а лесопарк по аналогии – семейный парк. Обширная программа на зимние каникулы придется по вкусу и рязанцам, и гостям областного центра. По словам организаторов, мероприятие «Волшебство» здесь начнется уже с 23 декабря. По традиции в этот день стартует новогодняя деревня в лесопарке. С 23 числа и по 7 января мы работаем для вас, чтобы создать праздничное настроение и интересный досуг для жителей и гостей нашего любимого города. Выходные будут только 31 и 1 января, чтобы все могли провести время с семьей в привычной уютной домашней обстановке. Мы ждем гостей, мы приготовили для вас различные мастер-классы, анимации, спортивные развлечения для всей семьи. Фестиваль «Выходи гулять» с зимними забавами – семейный забег названия самого ловкого и умелого. Пока что понятно, организаторы не раскрывают всех карт, чтобы не испортить сюрприз. Но и разумеется, самое главное событие зимы в лесопарке – это открытие резиденции Деда Мороза. Здесь же ежегодно по традиции с 1 декабря начинает работать почта главного волшебника страны. Любой желающий может отправить письмо Деду Морозу прямо в лесопарке. Писем с каждым годом становится все больше, чему мы, безусловно, очень рады. Это значит, что жители нашего города, а может быть и его гости, действительно верят в сказку и ждут волшебство. По предварительным подсчетам, в среднем около двух тысяч рязанцев присылают Деджки Мороза свои надежды, мечты или добрые пожелания и поздравления с Новым годом. Песни, пляски и хороводы. Мероприятия в лесопарке запланированы на все новогодние каникулы. Интерактивные и анимационные программы с участием сказочных персонажей и творческие конкурсы. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».